То есть, никакого абьюза. Никакого, да? Никакого абьюза нет. Ну, с вами точно не страшно. Я хочу делать красивые вещи, понимаешь, да? А на жизнь я уже давно себе заработал. Поэтому мне как бы не сильно важно это, понимаешь? Ну, где-то что-то у кого-то откусить. Кооператив в Украине. И я в это не верю. Вот только мы наймем туда хорошего менеджера, настоящего... СЕО. Этот СЕО, этот кооператив сдохнет. Давайте самый главный вопрос, который вам все задают. Какой? Как вы думаете, какой? Не знаю. Что в следующем году ждет Агро, по вашему мнению? Ну, с той ситуацией, которая есть сейчас в Украине. Агро у нас такое разное. Кто-то усилится? Ну, с такими ценами. Ну, смотри, кто-то усилится, кто-то рассыпется. А кто усилится? Те, кто сильные, усилятся. А те, кто слабые... А в чем сила сильных? Сильные – это те, кто не делает лишних движений, глупостей и так далее и тому подобное. Это сильные. Даже не от размера, это зависит. Это зависит от ума. И того, как они делают действия. А слабые – это те, кто делают кучу лишних движений, дуют щеки там, делают что-то неправильно, но они рассыпятся. Ну, вот маленькие. Я помню, в каком-то из видео вы давали очень дельный совет. Какой? Вот маленькому фермеру, как ему не умереть сейчас? Да я не знаю, послушай, поумнеть. Ну, как ему выжить с такими ценами? Ну, быть спокойным и упрямым. Ну, Кать, смотри, так оно же, ну, как тебе сказать, нельзя вот... Что там маленький фермер? Есть маленький умный фермер, есть маленький дебильный фермер, есть среднее положение между этим. Ну, вот сегодня у нас конкретный вопрос был, да? Я не буду собирать кукурузу сейчас, потому что нет цены, у меня нет возможности ее сушить. И что? Вот как ему правильно выйти с этой ситуацией весной? Что ему дальше делать? Каждое действие делать спокойно и логично. То есть продумывать? Ну, конечно, или там, условно... Ну, смотри, если он уже, например, на вот этот момент не убрал кукурузу, это же свершившийся вакт. Да. Конечно, лучше было до этого, может быть, не доводить, да? Но он сразу ставит невыполнимую задачу. Давайте, а что мне сделать, чтобы снова посеять кукурузу? Кстати, да. И дальше уже ответ такой, ну, как бы, не клеится, да? Ну, то есть они говорят, какая технология? Ну, лучшая технология в этом случае наутил. Потом идет следующий вопрос. А у тебя есть силка вообще по наутилу нормально посеять? Или нету? И так далее, и тому подобное. Ну, то есть, смотри, тяжелее всего отвечать на вопросы такие, ребята, я уже в жопу забез, а потом, скажите, есть варианты выделести из задницы и не вонять? Ну, говоришь, ну, послушай, такие ограниченные, можно больше, можно меньше. Ну, вот так. То есть, внимательно изучать информацию, думать. Ну, желательно туда не залезать. Дальше не надо считать себя умнее всего мира. То есть, например, если ты находишься в какой-то зоне, где можно выращивать кукурузу и сою, вот как американцы там в своей зоне, да? Они выращивают кукурузу и сою. Они не выращивают ни пшеницу, ни подсолнечек, ни рапс, ничего. Почему? Хороший вопрос. Или нужно понять, что ты умнее, чем эти дурные американцы, и придумаешь велосипед. Вырастешь там что-то такое, чтобы сразу полететь в космос. Ну, так, да? Дальше. Второй вопрос. Если тебе, там, бедному милиционеру, извиняюсь, один раз в жизни повезло, это у меня такая шутка есть, то не значит, что ты должен там уже, как тебе сказать, ну, вот просто взять все потратить на то, чтобы стать еще больше милиционером. Ну, имеется в виду, вот у тебя там, ты заработал какие-то деньги в сельском хозяйстве. Это рискованный бизнес, который надо финансово планировать. Например, ну, вот тебе счастье выпало, там, 270 долларов кукуруза, собрал ты 10 тонн кукурузы, 2700 долларов с гектару, и побежал еще хватать. Потом все потратил, одолжился, нашел я когось дядьку, який в налогове працюе, еще в него взял, а потом еще когось взял, и повысил аренную плату, и вот тут уже все, я сейчас как влуплю на следующий год, и буду уже царевать. А вот все, вот такие, за такими сейчас пришли. Или некоторые даже, как сказать, за ними уже пришли, они еще об этом не знают. Надо быть спокойным, упрямым, умным. Спокойненько. Чего делать? Смотри, тот, кто должен вырасти, он обязательно вырастет. Просто, например, есть у тебя, развейся на 10-15% от того, что у тебя есть, да? Там, стань в чем-то специалистом, в конце концов. Не кидайся там из огня в полыни. Сегодня 5 гектарев, там, картопли, чайцебули, завтра 100 гектарев. Потом 1000 гектарев. Ты не знаешь, как все это делать, потому что это совсем другие масштабы. Это другие масштабы, это все другое. Ну, то есть надо как-то так, ну, разумно, шаг за шагом. Там, я не знаю, я давно не набираю эту землю, потому что, ну, зачем она мне столько? То есть, ну, я ее все усовершенствую, делаю какую-то там логистику, переработку, что-то еще, улучшаю какие-то процессы. Там есть о чем работать. Говорят, надо там мультиплицироваться. Ну, хорошо, мультиплицировать. Это как? Ну, это типа вот, мы вот сделали вот это, у нас в этом экспертиза, давай наберем там, ну, мы же сделаем это, мультиплицировать. Я говорю, а где ваша инфраструктура, а где ваша то, а какая у вас система управления, какая система принять решение. Это все, где у вас? Ну, это Анна и ММ. Хорошо. И все. И все. И процесс начался. И процесс начался. Вот тот другой процесс. Ну, что-то такое. Потом начинается поиск чудес, потом еще что-то. А те, кто, ну, как сказать, спокойно там что-то делал, там уверенно, делал какую-то, строил инфраструктуру, там, вкладывал деньги там куда-то в логистику, в то, в то, в то. Да нормально он сейчас себя чувствует. Ну, конечно, там, не жирно, там, ну, имеется в виду, нету таких заработков, да. Ну, он не умрет. Нет, никак. Спокойно себе переживет. Все это беда, но когда-то закончится. Ну, закончится когда-то эта беда. А вот эта ситуация, которая сейчас на границе. Ну, это частности. Завтрашнего дня еще. Ну, смотри, ну, порт-то у нас открылся. Ну, он же не на полную, он далеко не на полную. Ну, смотри, смотри, далеко на полную или не на полную, смотри, за ноябрь месяц, слава богу, 6 миллионов тонн вывезли, а до войны вывозили там 7 с половиной. Так урожая такого нету, как был до войны, там, в 21-м году. Поэтому, послушай, надо спокойным быть. Вот спокойным. Ну, сейчас, например, там берешь, ну, смотри, вот я что сейчас делаю? Ну, я не, ну, как бы, вот смотрю, там, ну, пока не продаю кукурузу, да. Я не могу не продавать. Ну, я продаю, поэтому, сою там и так далее. Да, то, что сегодня уже как-то, ну, более-менее по-человечески выглядит. Вот, ну, понятно, может, и там потенциал есть, но я же не могу не продавать. Мне же надо как-то жить, мне надо людям платить, мне надо аренду платить, мне надо покупать все, мне надо постоянно платить, да. Вот, ну, я понимаю, что сегодня, например, у хорошей пшеницы и у кукурузы, ну, больше какой-то потенциал в цене, да. А, например, ну, как бы, усвои меньше, конечно, если бы у меня была возможность вообще ничего не продавать. Ну, да, я бы посидел, но у нас же все тоже небезразмерное, да. И где же, ну, 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 каждый день людям хотят как-то жить, хотят платить. Вот, поэтому, смотри, а что на границе, ты говоришь, еще там будет происходить? С завтрашнего дня добавляется еще одна страна. Какая? Словакия опять? С 1 декабря. Так, Словакия, это, послушай, если, смотри, самое главное, это Польша. То есть это, а Словакия, ну, там есть какая-то там, но я думаю, что в Польше оно закончится. Ну, когда, смотри, нормально новое правительство придет к этому, это еще эти старые выборки этих писов, или как они там, пёсов, я не знаю, как они там зовут. Вот. Ну, не нравится мне эта история с ними. Конечно, это очень плохо. Я думаю, что вообще все это там русские спровоцировали, а те, понимаешь, уже уходят, а эти еще не пришли. Ну, а зачем тем, грубо говоря, с этим разбираться, на себя отрицаловку какую-то тянуть? Ну, все. То есть нужно еще немного подождать? И здесь нужно ждать. Я же тебе говорю. Вот я вас уже научилась, пока работаю с вами, ждать, и выражению «деньги ляжку жмут». Я теперь, когда что-то хочу купить, жду пару дней. Может, пройдет? Очень помогает, проходит. Может, пройдет, да. Если не помогло, еще посчитай там хотя бы до тысячи. Ну, вот эти две вещи я уже делаю, ждать тоже научилась. Прекрасно. К любой сфере жизни можно приведить. То есть можно это видео назвать? В чем смысл, где логика? Знаешь анекдот? Ну, рассказывай. Знаешь или не знаешь? Если знаешь, не буду рассказывать. Ну, пропикаем. Я пропикаю. Ну, ладно, может, он сильно жесткий. Вы рассказываете. Не, ну, ты берешь тогда просто, называешь это видео. В чем смысл, где логика? Вот. А потом, как бы, тем, кто к нам присоединится, я расскажу этот анекдот, потому что он такой... Личный, да? ...жестичковый, да. Малюха. Ну, вот недавно в одном таком популярном медиа я увидела опрос. Знают ли люди и вообще, готовы ли они объединяться в кооператив в Украине? Я тоже в нем поучаствовала, у меня открылся такие, там, варианты ответов. Ну, в общем, большая часть людей сказала, что они не верят вообще в кооператив в Украине. То есть, и мне... И я в это не верю. Ну, понимаешь, что самое интересное, что, смотри, наша национальная игра, как украинцев, называется ББ. ББ, все. ББ, я тебя расшифрую. Что? Знаешь, играю? Я знаю, но не все же знаешь. Ты знаешь, играю. Так только в ЛББ. Вот. И, как бы, у нас здесь наша жизнь нас научила не доверять. Поэтому мы не доверяем. Но, тем не менее, у нас же кооператив растет с каждым полгоден. Катюша, смотри, если бы я им не занимался, вот только мы наймем туда хорошего менеджера, настоящего... СЕО. Этот СЕО, этот кооператив сдохнет. Буквально он не проживет даже года. Просто это все сдохнет и развалится. Потому что, ну, как-то мне родители дали, ну, какую-то генетику. А мой опыт дал мне такую историю, что, ну, да нет, или, наверное... Ну, скажем так, мне, как бы, ну, я хочу делать красивые вещи, понимаешь, да? А на жизнь я уже давно себе заработал. Поэтому мне, как бы, не сильно важно это, понимаешь, ну, где-то что-то у кого-то откусить. Вот. А если мы вместе можем делать какие-то, ну, хорошие вещи, ну, то есть, условно, ну, добиться чего-то хорошего, да? Потому что, смотри, мы должны как-то защищаться. Эти глобализуются, какие-то компании исчезают. Эти поставщики наши становятся все сильнее и сильнее. А как нам защищаться? Ну, то же становится сильнее и сильнее. Ну, а вот, а что конкретно дает людям быть вместе с вами? Ну, я-то понимаю. Нет, Катюш, смотри, не... Это же вопрос не в этом, это не всегда получается. То есть, ну, вот, если взять нашу какую-то там историю, да? То есть, у нас там какой-то год есть там контракт с Монсанта, контракт с Пионером, контракт с Сингентой. Потом они начинают себя отвратительно и паскудно вести кто-нибудь. Причем, самое интересное, что все и по очереди, да? Потом ты кого-то ставишь на диету. Ну, то есть, не работаешь пару лет с ними. И они становятся добрее. Вот так. А как бы, когда ты маленький, ну, небольшой, да, по заказу, ну, смотри, например, ну, как бы, мы там большая группа компаний, да? То есть, нельзя сказать, что это мои компании? Нет. Я просто там, как бы, ну, учредитель в разных компаниях, да? Но это с другими людьми и с разными людьми, да? Все равно эта группа компаний обрабатывает там много земли, достаточно, да? И, к примеру, я покупаю сорок тысяч пассивных единиц кукурузы. Сорок тысяч пассивных единиц кукурузы – это много. Но когда мы в кооперативе… Ну, это недостаточно, чтобы эти большие-большие-большие буржуи меня уважали. То есть, в этот год это достаточно, а в другие годы это недостаточно. Вот. И… А если мы покупали там, например, в кооперативе там 220 тысяч мешков, 300 тысяч мешков, то нас уже в любом случае уважают. То есть, мы, как кооператив, были когда-то самым большим покупателем семян кукурузы в мире, там, у одной из компаний. О! Конечно, они не могут от тебя отказаться. Соответственно, смотри. Если я внутри кооператива регулирую маржу, да? И она маленькая. То есть, я, ну, как бы, не хочу… Ну, то есть, я делаю очень маленькую маржу. То есть, один процент всего. А зарабатываем мы все вместе на том, что мы имеем общую цену ниже. Ну, это же просто и хорошо. И дальше, смотри. Когда я даже, например, сделал вот этот кооператив, имею маленькую маржу, которую мы тратим там на наши сборы, на там что-то. Я не делаю большую структуру, потому что это, знаешь, как-то волн получается. То есть, они вот это сделали структуру, там, покупают кукурузу бедным, нищим, там, каким-то, ну, давай, африканцам, скажем так. Или каким-то там еще, эй, пипл, там, или еще кому-то, да? И потом получается так, что они в Украине, например, ну, до войны я знаю точно ситуацию, просто, которую я рассматривал. Они покупают, например, кукурузу, там, по 250 долларов в тонну до войны. Потом, как бы, конечному африканцу это получается за 1200 долларов в тонну, из которых, там, логистика, это стоит, там, 150 долларов в тонну, а остальное административные расходы. Так вот, смотрите, у нас административные расходы нашего кооператива вмещаются в 1% маржи. Вот, вмещаются. Если не хватает, я чуть добавляю. Почему? Потому что, купив, там, какие-то 40 тысяч посевных единиц для себя, там, на 10 долларов дешевле, чем я купил бы без этого, у меня остается немножко денег, чтобы даже поделиться с кооперативом, ну, там, не знаю, какое-то устроить собрание. Мне уже хорошо. А если я еще что-то смог, например, там, сделать, на, для нас, хорошее, ну, тоже спасибо. Еще что-то смог сделать, тоже спасибо. Вот так. Хорошо, с этим вопросом вы разобрались. А вот у нас с вами было видео на агроимпорте, и нам сказали, что вы против малых фермеров, и я знаю, что нас там смотрят малые фермеры, и я знаю, что они также могут стать участниками кооператива. Ну, смотри, я, ну, мы просто так как не имеем большого аппарата, да, у нас нету большого аппарата, и мы не можем его, ну, делать с такой маржой, мы не можем делать большой аппарат. Я им говорю, малые фермеры, кооперируйтесь внутри себя, делайте субкооператив, да. Ну, смотри, обслуживать какие-то заказы меньше, чем, например, там, ну, там, один грузовик, ну, мы никак не можем. Ну, для этого нам надо иметь склады, структуру, и понеслось, поехало. Ну, дальше тогда мы должны иметь, там, этих, там, логистик, менеджеров, там, ну, всю эту историю-то влечет за собой расходы. А я не хочу этого, я хочу, чтобы это работало, чтобы эта структура была легкая, легкая и дешевая в себестоимости. Тогда она будет работать хорошо. А, например, смотри, тогда начинается противоречие между участниками кооператива. Если есть большой участник кооператива, у которого все это все равно есть, да, и он может, например, поставщик ему отправляет машину напрямую. А если это, там, как бы, совсем маленький, то что я должен сделать? Я должен привезти куда-то к себе это на склад, потом это фасовать, потом за это отвечать, потом перефасовывать, потом каким-то образом доставлять. И оно уже становится дорого. Поэтому я говорю маленьким фермерам, смотрите, у вас все равно есть круг общения, у вас есть какие-то, ну, там, общие вещи. Ну, соберитесь в кучу, ну, чтобы хотя бы там, ну, вы там имели 600, 700, 800 мешков, да, которая одна машина, и все, тогда вы сможете это получать дешево. Тогда они могут выбрать одного лидера. Одного лидера, да, какого-то своего, которому они все-таки по-местному доверяют. Ну, что он их там не сыграет в эту народную, национальную народную игру, да. И, как бы, как-то так. Ну, мы же видели, да, в этом году у нас было два таких примера. Ну, Эрик Сережей, например, да. То есть я, они, как бы, Сережа побольше, он вступил в кооператив, и, соответственно, он там с Эриком, еще с какими-то там людьми, как бы, ну, собирает это, они комплектуют. То есть это тоже идея, люди могут объединиться и вступить, один человек может вступить в кооператив. Ну, одна компания какая-то, одно фермерское хозяйство, которое побольше вступит в кооператив, а потом... Дальше он уже может быть распределением этих... То есть это уже решение. Да, это решение, и нормальное решение. Очень хорошо, мне это не рассказывали. Не, ну, это, смотри, я не знаю, когда у нас на собрании там были, когда вот Сережа, Эрик, там, еще, которые вот там из Одесской области, да. Они как-то там, ну, смотри, правда, вот эта группировка у них в разговорах со мной, да, Заняло, наверное, три года. Понимаешь, ну, все, сделали, молодцы. Ну, смотри, если человек нормальный, если человек нормально работает, если даже у него там 300 гитаров там, неважно, да, у него все равно есть какой-то круг знакомых, между которыми есть доверие или что-то еще, которые занимаются похожей деятельностью, но чего нет. Пусть они сделают какую-то мини-кооперацию внутри, да. Да, это, кстати, классное решение. Все, у них все равно есть, ну, условно, какой-то там, ну, там, завсклад, у них есть какой-то там сарай, да, ну, как склад. Они могут это получить. Они могут потом между собой это поделить. И они не считают, что это расходы, потому что у них это все равно есть. А если я буду это все организовывать, мне это все построить, сделать, контролировать и так далее и тому подобное, ну, тут уже в маржу один процент никак не вместишься, правильно? Ну, там, например, давайте я, чтобы никого не обижать, я скажу, там, один такой известный дистрибьютор, я к нему пришел и говорю, смотри, а чего я там условно покупаю там, 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 разные вещи, там где-то это собираю, там можешь мне сделать, ну, чтобы мне было удобно. Он говорит, нет, даже не собираюсь, я говорю, почему? Он говорит, ну, смотри, у меня, говорит, логистические, организационные такие-такие расходы, это 9 процентов от оборота. Поэтому я не могу тебе продать с 9, ну, с маржой, там, 9 процентов, могу тебе продать с маржой, там, 11-12 процентов. Я могу в нашем кооперативе, в этой легкой структуре, да, которая не тянет за собой вот этих всех вещей, а что же там есть, остатки на складе, что-то просрачивается. Ну, он прав, понимаешь? Да, с другой стороны, смотри, я считаю, что в наше время и даже, ну, как бы, ну, сейчас в это, в любое время, ну, как бы, можно умеренно пожертвовать своим комфортом ради того, чтобы сэкономить какие-то деньги. Или заработать какие-то деньги, это, в принципе, одно и то же. Ну, вот, все, вот, то, что это наш кооператив, это механизм людям это сделать. Может, они чуть-чуть потеряют некий комфорт, да? Ну, там, условно, там, они могут, приходит к ним какой-то гонец какой-нибудь компании, там, в жопу к нему залазит, там, ведет его пообидать, понимаешь, да? Ну, я не знаю, согласен ли он оплачивать настолько дорогой обид. Может, не стоит это делать, понимаешь, да? Ну, я не знаю, я так не люблю, когда меня не кормят обедом, я сам могу, у кого хочешь покормить обедом, понимаешь? Все. Ну, а что тогда им делать, маленьким, маленьким фитерам? Самое лучшее – это в кооперацию, и дальше идти уже в большой кооператив, если есть необходимость. Не, ну, если у них недостаточно, да, ну, что такое маленькое, давай, кто такой маленький, по-твоему? Ну, да. 30 гектаров, например? Ну, это совсем маленький, это меньше. Ну, это совсем маленький, да, ну, смотри, может быть и такое, если человек, у которого 30 гектаров, но у него там, ну, его любят и уважают, или там, уважают его, да, разные люди, у него что-то получается, так пусть немножечко подорвет свое заднее место, он включит пропеллерчик, соберет людей, как-то это поформирует. Ну, что самое главное, в принципе, цель, чтобы маленькие становились больше. Конечно. А что вот посоветуйте, что им делать? Ну, вот я тебе и советую, я им советую, что делать. Немножко не лежать на диване, там, не пить это, спиртные напитки столько, сколько я могу себе позволить. В это время что-то там делать. То есть объединяться? Объединяться, да, но усиливаться? Ну, надо усиливаться. Ну, смотри, просто у меня задача кооператива на самом деле. У меня есть генеральная задача дальняя. Я просто ее сейчас не муссирую, потому что еще это не пришло время, да. Это моя задача, смотри, построить переработку вместе, построить, это просто такие дальние планы, да. Поэтому, смотри, я сегодня поставщикам откровенно говорю, Ребята, смотрите, у меня задача не то, что там купить у вас что-то чуть-чуть дешевле или это, у меня задача такая есть. Но если я могу поссориться с людьми своими, да, мне это против моих стратегических задач, извините. Поэтому я сейчас, вот смотри, в этой ситуации, что делаю? Например, с некоторыми компаниями я не подписываю контракт, потому что я не уверен, что они под давлением складских своих запасов не опустят цену весне. Поэтому говорю, прогарантируйте мне, каким-то образом, я не знаю каким, что если ваш товар будет торговаться дешевле весной, вы мне пересчитаете, ну, не мне только, а всем участникам кооператива. Ну, все. Так этим занимаюсь. Вот еще такой момент. Возможно, некоторые люди думают, что если ты вступил в кооператив, то это их к чему-то обязывает. Ну, помимо того, что выполнить. Обязывает, обязывает отвечать за свои слова. Конечно, обязывает. Ну, если, смотри, людей необязательных я не хочу видеть в нашей, вот, в нашем сообществе. То есть, если я сказал, я покупаю это, окей. Потом говорит, не, я уже не покупаю это. Или я покупаю не это, а вот то. То есть, ну, смотри, 7 раз отмерять, 1 раз. Ну, то есть, надо отвечать за слова, потому что кто с тобой будет иметь дело? Если ты из-за этого, ну, то есть, я первый раз это пропускаю, потом говорю, ну, все, дружище, хватит. Ну, а человек может, например, какой-то заказ пропустить совместный? В смысле? Ну, вот, весной, осенью, да, встреча, осенью формируются заказы на следующий год. Ну, по какой-то причине член кооператива не может сделать этот заказ. Ну, не может, не может. Но его не обязывают обязательно делать заказ. Нет, конечно, если он сделал заказ, а потом перестает это выполнять, это проблема. Ну, в целом, то есть, какой-то сезон, например, можно пропустить, это тоже есть там… Да я сам пропускаю некоторые сезоны, если мне, например, не нравится, как ведет себя там… Ну, давай, не буду называть условно какая-то компания, да, так она у нас на диете. Все, пропустили сезон, или два сезона, или три сезона даже было. Ну, не буду говорить, с какой компанией, но было. Если они ведут себя плохо, ну, хорошо. Или если мне не нравится, что вдруг мы должны это делать. Я тогда говорю членам кооператива, ребята, извините, но, смотрите, я не могу договориться с ними по-человечески. Для меня какая-то ерунда. Ну, поэтому здесь уже каждый сам покупает, что хочет. А это, например, ну, я вижу силы, вижу смысл, да, что мы это покупаем вместе. Если кто-то, например, хочет купить Монсанту, а не Пионер, а я в этом году, например, с Монсанта не работаю, ну, не вопрос. Или даже работаю, ну, не знаю, какие-то есть условия. Я просто ему говорю, ну, скажи, просто чего ты берешь это, объясни, в чем дело. Тогда я понимаю, что, знаешь, можно найти условия лучше. О, тогда у меня есть работа сразу. Понимаешь, да? Ну, все. Но у нас в чем дело? Ну, например, там, у кого-то нет денег, да? Мы не хотим, я не хочу брать на себя ответственность, брать товар у поставщика, я уже в любом случае ему уплачу. А, и давать дальше на отсрочку. У нас это не для финансирования сегодня. Может быть, когда-то мы создадим, там, банк или финансовую компанию, да, которая сможет оценивать риски и финансировать. Нет. У нас это все для того, чтобы лучше покупать, для того, чтобы защищать какие-то наши интересы, вот такие, да? Ну, смотри, это не очень большая задача, но если ты сделал хотя бы что-то, уже хорошо. Знаешь, куча людей теоретизирует, там, что-то делает, а надо вот так, надо вот так, надо вот так, а ничего не делается. А мы делаем. Ну, просто там делаем простые вещи пока. Все неплохо. Я думаю, это достаточно понять, что никаких обязательств у человека, кроме выполнять. Кроме выполнять свои непосредственные, непосредственные обязательства, да, свежие. Ну, в любом случае, они не обязаны каждый сезон делать заказ. Конечно, нет. Они не хотят или не обязаны заказывать то, что там все заказывают, или там какая-то тенденция. Конечно, нет. Чего вдруг? Ну, то, что люди так думают. Почему? Ну, то, что многие думают, что в чем, у нас каждый человек, в каждой вещи, в чем-то, ищет подвох. Вот я пытаюсь показать, что тут нету подвоха. Так люди у нас устроены думать в нашей стране. Возможно, такая просто ситуация вокруг нас всегда, что что-то, где-то кто-то тебя хочет. Я не знаю, что подвох, но, как бы, нет, смотри, я специально упрощаю эту ситуацию до этого. То есть, смотри, можно делать много сложных вещей, но вот мне приходят разные люди, да, нормальные, вменяемость, которые говорят, Юра, давай сделаем это. Я говорю, нет, мы не будем это делать, потому что мы просто поссоримся. Ну, я всеми силами стараюсь не делать сложных вещей, на которых у нас могут возникнуть длинные взаимные обязательства и какие-то вещи, а потом непонятно, кто как себя ведет. То есть, вы не продаете вместе, я знаю. Нет, мы не можем продавать, потому что мы пробовали и ссоримся. Ну, например, там, была договоренность между там членами наших оперативов, которые наши компании тоже участвовали. Там, давайте, там, сделаем вот это, ну, продадим, там, например, сою, там, то-то, ну, потом-то или тогда-то. Ну, подождем эту историю, да, например. А потом, ну, как бы, дальше мы договорились, потом мы говорим, смотри, ну, если вдруг у кого-то, там, деньги срочно нужны или еще что-то, вы, прежде чем это делать, скажите. Ну, просто заранее. А потом получилось, там, звоним, ну, все, вот, нормальная история, есть хороший контракт, это будешь. Ой, я уже продал. Ну, как, да, ну, почему мне деньги были нужны? Ну, смотришь, думаешь, ну, что, что тебе сказать? Ну, все, да, а дальше, следующая история, да? Ты думаешь, ну, ссориться с ним, говорит, ты что, придурочный или еще что-то? А в чем смысл? Это просто, ну, как бы, мы поссоримся. Потом дальше я понимаю, нет, в такие договоренности идти нельзя. В чем, говорю, они говорят, давай вместе продадим что-то. Я говорю, нет, нет, не делаем. Хотите, делайте, но я в этом не участвую. Потому что понимаю, что будет вот так. Или там, а мне предложили там больше, смотри, например, мы подписали выводы тоже. Подписали, например, контракт с IDM, там, все. Он говорит, ой, послушайте, а мне там предложил каргел больше. Я говорю, ну, хорошо. Мы же уже подписались. Понятно, что растущий рынок, да? А люди у нас такие непрочные там. И я потихонечку вот так в кооперативе, ну, давай так, их не отшелушиваю совсем, но понимаю. Ага, вот это вот люди вот здесь. То есть с ними можно только совсем чуть-чуть что-то делать. А вот это другие люди. С ними можно больше всего делать. У них условия одинаковые в том, что мы делаем вместе. Но я никогда их не приглашаю делать более сложные вещи. Ну, которые себя зарекомендовали. Ну, так. Сильно коммерческими. Ну, и плюс сами же члены кооператива между собой тоже кооперируются в каких-то вещах. Они кооперируются, смотри. У нас даже, ну, это простая история. У нас там чат в Вайбере, да? Простой, просто чат в Вайбере. У кого-то что-то лишнее есть, бросили туда. Кто-то купил. Ну, кому-то надо, да? У кого-то что-то там не хватает, но он говорит, послушайте, ребят, подскажите, где что-то, ну, можно купить. Например, то, что мы не делаем, так централизованную какую-то закупку по какой-то причине. Но все равно это, смотри, это первое. Второе, это информация, это очень много. Когда люди, ну, имеют возможность встречаться или еще что-то, я их всех знакомлю. Потому что я ждулю нигде и не кручу в кармане, да? Поэтому я не боюсь их знакомить. Пожалуйста, знакомьтесь. Если они что-то, например, кто-то занимается тем, чем я не занимаюсь. Например, какими-то коровами, там, не знаю, свиньями, еще какой-то там, ну, хорошей достойной вещью. Ну, мне просто не нравится, а кому-то нравится. Так они общаются как-то, ну, по-другому. То, что там кооперируется, но без нас, да? То есть, вот уже в каких-то горизонтальных своих... Ну, я не могу сказать, что у нас вертикальная структура нет. У нас такая, как бы, ну, раз... У нас нету там главных или не главных. У нас есть история другая. То есть, есть люди, которые более выдерживают какие-то обязательства на себя взятые, то я их приглашаю в какие-то более сложные вещи, а которые не выдерживают этой истории. Ну, я стараюсь, чтобы мы с ними не поссорились, ну, и они просто участвуют в простых вещах, да? Все. Ну, вот так. Ну, и также у людей всегда есть доступ к вам, получить консультацию лично. Не всегда, конечно. Потому что, смотри, я же не работаю в этой организации. Ну, как минимум на встречах кооператива. Ну, на встречах, конечно, мы все вместе встречаем, ну, как тебе сказать, не это... Это что, там, черти в озере купались, черти жопами толкались, понимаешь, да? Ну, как-то, послушай, люди общаются друг с другом, это хорошо. Но теперь это... Телефонами обмениваются, еще что-то делают, ну, занимаются. Доступ к вам теперь уже, я же и на канале, в прямых эфирах, поэтому... Ну, ты знаешь, Катюш, мне когда этот прямой эфир, мне так не хватает там собеседника, понимаешь, когда это пишут, оно так менее интересно. Конечно, если было бы можно так, знаешь, чтобы люди могли так вопрос задавать нормально, вот, тогда это прикольно. Ну, может, мы дойдем до того, чтобы там... Ты имеешь в виду этот... Кто там, какой-то YouTube дойдет до такой истории? Не, ну, смотри, я не знаю, я видел такие большие зум-конференции. Зум-конференции, можно... Большие зум-конференции. Готовы к такому количеству людей? Я вообще легко, готов ко всему, я как бы, ну, как тебе сказать, ну, немножечко это, мизантроп, но не настолько. Вот, но, понимаешь, просто я когда смотрел эту конференцию этой Тимоновой, такую большую, там ей тоже приходилось от кого-то, ну, в дисциплине призывать, потому что тогда начинается... Ну, смотри, у нас люди же еще не могут по очереди говорить, понимаешь? А так, ну, вот, когда такая штука, это надо, наверное, по очереди. Да я сам, ну, честно говоря, не всегда по очереди, иногда мне очереди говорить. Ну, такая уже привычка. Ну, что-то такое. Ну, не знаю, можно как бы вот это, в общем, такое ведение у нас в кооперативе. Что еще? Кому звонить, мы уже много раз говорили, что есть координатор Наталья. Не, ну, звонить Наталье, да, то есть телефон ее есть, то есть, ну, что-то еще, можно что-то написать, кто-то отреагирует. Там можно еще раз сказать точно, какая должна быть, какое количество гектаров должно быть у человека? Я не знаю, Катюш. Для того, чтобы... Ну, смотри, я не знаю, какое. Зависит от того, что он делает. Ну, смотри, например, у человека есть там 500 гектаров. Вроде бы нормально, да? Ну, нормальная история. Если он, например, работает там кукуруза, соя, подсолнечник, он, ну, достаточно крупный покупатель, нормальный, все работает. А если у него там 120-польный севооборот, по 30 гектаров какой-то культуры, там, герчица-мерчица, лен, там, не знаю, житта, ОВС, сылос, мылос и так далее. Ему надо там 23 мешка того, 7 мешков того, 4 мешка того. У нас просто физически нету структуры, чтобы это обслуживать. Потому что тем членам кооператива, которые у нас внутри есть, эта структура не нужна. И, ну, они будут не согласны нести расходы на построение такой структуры, правильно? А делать внутри кооператива разные цены тоже некорректно, некрасиво, правильно? То есть, ну, я знаю, например, сам по себе лично, у меня же все-таки украинец, ну, и если кто-то купил что-то дешевле, чем я, ну, ты это замените. Для меня это так граничит с личным оскорблением, возьмешь, да? Ну, вот так. Ну, приблизительно. Поля. Ну, поэтому, ну, что еще? Что еще? Ну, думаю, это самый главный вопрос, чтобы люди понимали, что их это ни к чему не обязывает. Они не подписывают все свое имущество, но кооператив не передают. Нет, 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 ну, смотри, нельзя сказать, что их ни к чему это не обязывает. Но быть порядочным это обязывает. Даже непорядочным. Я не позволю им быть непорядочным, что их не получится. Ну, просто, грубо говоря, придерживаются взятых на себя обязательств. Я никогда не запущу никого так, чтобы мы зависели от него. Нет, так не будет. Но я никого не ставлю сильно в зависимость. Потому что, ну, это нормальные отношения. То есть, никакого абьюза. Никакого, да? Никакого абьюза нет. Ну, с вами точно не страшно. Ну, что-то так, не знаю, кому-то страшно, кому-то не страшно. Ну, не страшно. Ну, надо пробовать. Так, что-то так. Спасибо. Спасибо.